Когда мы смотрели спектакль, сегодня в наш ум приходили разные мысли. Может быть, вы неверующие, и вы думаете о том, что происходило в этот день 2000 лет назад. Многие из вас верующие, и вы понимаете, что произошло на кресте, где был Господь Иисус Христос, наш Господь Иисус Христос. В Лука 10 глава Иисус говорит с учениками, которые возвратились после миссии, где отворили чудеса, изгоняли демонов, воскрешали мертвых. Он говорит, ибо сказываю вам во четвертом стихе, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Есть что-то, что люди не видят и не понимают. Я хочу рассказать сегодня о том, что мы видим в Писании. В книге Михея, 5 главы, во втором стихе, Пророк говорит о пришествии Мессии. «И ты, Вифлеем Ефрафа, Мауле ты между тысячами иудинами, Из тебя произойдет мне тот, Который должен быть владыкою в Израиле, И которого происхождения Из начала Одни вечных». Вифлеем – это небольшой городок В Калине-Удином. Небольшая деревня И несколько сотен людей. И из этого городка произойдет тот, Которого происхождение Одни вечных. Нам важно знать об этом, Чтобы понять, Кем был человек, Который умер мучительной смертью. Он был Богом. Он родился По плоти от семени Давида. Его человеческое тело Физиологически и биологически Было от очень важного царя в Израиле. Его имя – Давид. Было дано обетование Давиду Во втором царстве, Седьмая глава, Двенадцатого по восемнадцатый стих, Что от Давида произойдет царь, Который воссядет на престоле И будет царствовать вовеки. Пророки Ветхого Завета говорили О грядущем Мессии, Который будет не только царем, Но и жертвой. Исайя 53, глава 2 стих, Ибо Он взошел перед Ним, Как отпрыск, Как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, И не было в нем вида, Который привлекал бы нас к Нему. В Исайе 52, глава 13 стих, Говорится, Вот раб мой, Будет благоуспешен, Возвысится и вознесется, И возвеличится, Как многие изумлялись, Смотря на Тебя, Сколько был обезображен Пачи всякого человека, Лик Его, И вид Его, Пачи сынов человеческих. Так многие народы Приведет Он в изумление, Цари закроют перед Ним Уста Свои, Ибо они увидят то, О чем не было говорено им, И узнают то, Чего не слыхали. Этот человек был не просто человеком, Как вы и я. Он был без греха. Он всегда был, И всегда будет, Он был Сыном Божьим. Когда он был на земле, Он был как бы инкогнито. Люди не видели, Что он был царем. В Европе, В Англии, Во Франции, В Дании, Правили цари в истории. Однажды, Принц Дании Участвовал в соревнованиях По конькам. Люди не знали, Кто он. Позднее они узнали, Что это был Принц. Христос пришел, Но люди не знали, Кто он. Очень немногие знали, Что он Мессия В Дефлееме. И когда он рос В Назарете, Его мать складывала слова, Сказанные о нем В своем сердце, Но она не знала точно, Кто ее сын. Никто не может узнать, Кто есть Сын Божий, Если Святой Дух Не откроет нам Через эту книгу. Захария 9, глава 9 стих Говорит Израилю, Грядет царь твой, Он праведный И спасающий, Он кроток, Он сидит на молодом осле Сыне подъеревной. В христианском календаре Есть пальмовое воскресенье. Это тот день, Когда Иисус въезжает В Иерусалим на осленке. Он царь, Но он кроток И смирен. Он не был известен многими. В тот день люди восклицали, «Осана Богу вышли!» Было время, Когда покрывало Было убрано, И люди узнавали, Что Он есть Христос. Один из них слепой, Вартимей. Христос входит в Иерихо, Вартимей сидел у ворот города, Он воскликнул, «Сын Давида! Сын Давида! Помилуй меня!» Христос остановился. Почему? Потому что слепой узнал, Что он из семени Давида, Царь. Он узнал, У слепого человека В его неспособности Есть смирение. Бог дает смиренным благодать, Бог открывает Себя смиренным, А гордым. В день распятия Христа Было очень много гордости. Гордость религии. Религиозные люди Очень гордые И в наши дни. Они горды в своей праведности, В своей чистоте, В своей правоте. Христос бросил вызов системе, И порядку вещей Он знал настоящую природу человека. О которой говорит Библия. Вы можете использовать Библию В построении структуры, И люди будут подчиняться вам. В то же время вы можете читать Библию, И она будет как конфета, Как пища для вас. Божье Слово Являет нам глубокие И важные вещи. Слово Божие Не инструмент давления, Но оно освобождает от давления. Я могу сказать о себе, Что я не религиозный человек. Латинское слово Религио означает связывать. Христос пришел не связать нас, Но выпустить на свободу. Христос пришел поговорить с нашими сердцами И исцелить нас. Многие из нас ранены жизнью Во многих областях. Иисус знает вас. Он заботится о вас. Это Бог, Ваш Мессия. Он спаситель, Который по-настоящему Заботится о вас. Он всегда жив, Чтобы спасать, Исцелять, Говорить И прощать. Много можно сказать Об этом событии. Мы знаем, Что Иисус Пришел как инкогнито. Люди Ходили вокруг него, Не имея Ни малейшего представления, Кто этот человек. Мы видим Центуриона, Командира, Сотни солдат. Он был Ответственным человеком. Он видел, Как умирали многие люди, Когда ему приходилось Исполнять Поручения Его начальника Понтия Пилата. Он сказал, Истинно, Это был Сын Божий. Взгляните со мной На Псалом 81. Мы знаем, Что Христос Был Сыном Божьим И Сыном Человеческим. Он был настоящим человеком. В истории Церкви Была ересь, Что Дух Христа Сошел на человека Иисуса Во время крещения водного И вышел, Когда Иисус был распят. Это ересь. Христос был Богом И человеком Всю свою жизнь. Через все свое служение Он был Богом И человеком Все свое служение И в своей смерти И в своей смерти Так же Он на 100% Бог И на 100% Человек Он жил По вере В послушении И в послушании Своему Отцу Но в то же время Он был Богом Бог есть любовь И Бог пришел В любви Бог явил нам Невероятное смирение В своей смерти Невероятное смирение В отношении вас и меня И мы не только задаем вопрос Кто Он Но мы также задаем вопрос Кто Мы Псалом 81.6 Бог говорит Я сказал Вы Боги Я сказал Вы Боги Здесь слово Боги С маленькой буквы Мы слышали языческих богах Греческих богах Римских богах О чем же здесь говорится У нас один Бог Разве мы Боги? Я сказал бы Что мы мужчины и женщины Зная Бога Мы начали понимать Что мы не животные Мы Боги Мы более похожи на ангелов Мы сотворены жить А не умирать Животные рождаются И умирают Но мужчины и женщины Сотворены жить вечно Мы знаем боль смерти Мы видим Смерть в новостях И может быть в наших семьях Мы говорим Нет Нет Только не смерть Нет Я не хочу умирать Меня влечет к праху Но меня это не устраивает Меня влечет к смерти Но я не хочу этого Мы были сотворены не умирать Мы были сотворены богами Это очень важно Мы были сотворены летать Мечтать Сотворены верить И любить Вы вступаете в брак Вы смотрите в глаза Своей жене И вы любите друг друга В этом есть что-то особенное Что противоречит смерти Это крепость Уверенность Прозрачность Свобода Радость Цель Есть нечто особенное в этом Уникальное Сотворены ли мы друг для друга Сотворены ли мы для Бога Сотворены ли мы для вечности Бог говорит Да Я сотворил вас Богами И вы все дети Всевышнего В Едемском саду Адам и Ева Были сотворены богами Чтобы съесть От дерева жизни И быть как Христос Но мы согрешили Седьмой стих Но вы умрете Как люди Погодите-ка Мы Боги И мы умрем как люди Мы Боги Мы Боги И мы умрем как люди Мы знаем все, что касается людей Мы знаем, что такое кровотечение Что такое рак Что такое авария Что такое пожилой возраст Разве это то, Господи? Бог мог бы ответить Да, вы умрете как люди И падете как всякий из князей Кто это, князья? Люцифер был князем на небесах Но упал как звезда Лука 10, 18 Он был венцом красоты Но пал и стал сатаною Который пал на землю Христос говорит Так произошло с человеком Я сотворил вас богами Чтобы вы никогда не умирали Знали меня И были как я Вы и дети Всевышнего Но вы согрешили Вы умерли как люди И пали как князья Мы понимаем, Господи Иисус Расскажи мне Кто есть человек? Иисус был на кресте С нашим грехом Нашим стыдом Нашим терновым венцом Я читал об одном человеке Который обокрал свою компанию Сбежал из страны Поехал на Карибские острова И построил там рай для себя Он сидел на пляже И он был вором Он жил там много лет И говорил Эй, я сделал это У меня есть рай Я достиг верха Но его грех был для него Терновым венцом И проклятием Он думал, что создал империю Свой рай И восседал там Как царь Его грехи И грехи всех людей Были на кресте Христос был Увенчан Не славою и честью Но стыдом И оплеванием Люди плевали на него В одном Евангелии сказано Что они закрывали ему лицо Затем били его И спрашивали его Кто ударил его Прореки нам, пророк Кто ударил тебя? Говорили они Над ним надсмехались Его унижали И самое страшное Он был один Никто не мог стоять С ним рядом Они не понимали Что он делал Его цель Его природу Люди Не понимали Не понимают Этого и сегодня В Евангелиях Он спрашивал их За кого вы Почитаете меня? Петр Духом Святым Сказал Ты Христос Сын Бога Живого Это невероятные слова Христос сказал Не плоти кровь Открыли тебе это Но Отец мой Небесный То же самое В отношении нас Которые собраны Сегодня в церквах По всему миру Дух Божий Открывает вам Кто есть Иисус? Вы поражены Вы понимаете Что он есть Христос Я остановился На стоянке Для грузовиков В Пенсильвании За столом В кафе Сидел водитель грузовика Я положил трактат На его стол Он был покрыт Весь татуировками И металлом Он посмотрел На трактат И сказал Слава Господу Я спасен Мне стало Интересно И я задал ему Несколько вопросов Где вы поверили во Христа? Он ответил Семь лет назад В тюрьме Я продолжал Скажите мне Что же произошло В вашей жизни? Чем охарактеризовалась Ваша жизнь? Он ответил Появился покой Я еду на своем грузовике И просто говорю Иисус 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 Так можно говорить Только Духом Святым Когда Святой Дух Входит в ваше сердце И вы понимаете Кто есть Христос Вы можете пройти Через все Вы становитесь Как Он Он обещал вам это Он сказал Вы Боги Вы сотворены По образу моему Я сотворил вас Неповторимыми Вы не просто Плоти кровь Но вы увенчаны Честью Я был увенчан Стыдом Чтобы вы были Увенчаны Честью Я умер Чтобы вы не умирали Мы оставляем Наши тела Наши тела Погребают в земле Но это не мы Псалом 89.10 Мы летим Лукаш 16.22 Умер Нищий И отнесен был Ангелами Налон Аврамова Нас отнесут ангелы Мы не видим Этого сейчас Мы не понимаем Всего Но мы держимся За это Потому что Это Самая величайшая История в мире Ничего Ничего не сравнится С этим Это Был Уникальный Человек Псалом 89.3 От века И до века Ты Бог Кто мы? Так странно Что нас обучали В школе Что мы Эволюционировали Из праха Материи Газов Нам говорили Что мы случайность Одна из моих Любимых шуток Когда я делюсь Евангелием С незнакомыми людьми Я говорю Позвольте мне задать Вам вопрос Да Разве мы Случайность Или есть план Не может быть И то и другое Должно быть Что-то одно Или мы случайность Или Если мы случайность То тогда Наши разговоры Ничего не стоят Тогда Наша нервная система Случайность Или это часть Плана Мы не видим Отчетливо Как все Происходило Но мы видим Грех На кресте Мы не видим Что такое Грех На самом деле И куда Он ведет Крест Это Последнее место Греша Когда мы согрешаем Мы должны Помнить Куда ведет Грех Он ведет К смерти Похоть Зачав Рождает Грех А сделанный Грех Рождает Смерть Человечество Страдает Сегодня Из-за Греха Психологи Говорят Что это Самопредставление Это Недостаточность Образования Недостаточность Денег И так далее Когда Бог Показывает Нам Что Мой Настоящий Враг Это Я Сам Мой Эгоизм Мой Грех Мое Неверие Мой Страх Мой Стыд Видим ли мы Это Здесь На Кресте Люди Смеются Над Иисусом Кто Он Такой Пусть Сойдет С Креста Если Он Христос Им Было Все Равно Кто Он Никто Никто Не Заботится О Вас О Грешники Людям Все Равно На Наоборот Они Хотят Чтобы Вы Грешили Еще Больше Они Насмехаются Над вами Они Не Друзья Вы Думаете Что Люди Действительно Заботятся О Нас О О О О Они Говорят По Телевидению Что Прелебодеяние Это Круто Когда Вы Чувствуете Вину Из-за Своего Прелебодеяния Они Выкидывают Вас Как Мусор Они Рекламируют Этот Стиль Жизни А Потом Когда Они Видят Вас Они Надсмехаются Над Вами И Называют Вас Глупцом. Имей секс, говорят они. А когда вы заболели сифилисом, они говорят вам глупец. Когда вы живете грязным сексом, они говорят, что это круто. Когда вы заболеваете болезнью или получаете ВИЧ, они выкидывают вас и дискредитируют вас. Они думают, что вы глупец. Иисус на кресте. И они говорят, что Он глупец. Он никто. Они плюют, смеются, глумятся, дискредитируют Его. Это говорит мне и вам, потому что не Он согрешил, а мы. Он не сделал ничего противозаконного. Пилат сказал, отпущу этого человека, потому что не нахожу в нем вины. А они закричали, распли его. Для этого пришел Иисус. Христианство без креста – ничто. Это еще одна форма религии. Это моральное учение. И еще хуже. Оно представляет Христа как лжеца. Великий учитель – лжец. Если он не спаситель. Великий Иеравим Шарлатан, потому что он сказал о себе «Я Есим». На греческом языке «Я Есим» – это имя Бога, явившегося Моисею в исходе 3 главы. Иудеи знали, что он говорит такие вещи и обучает этому, что он – Христос, Бог, Единородный Сын Божий, Спаситель мира. Есть еще одно, что обыкновенный человек не видит на кресте. Куда это ведет? Куда ведет это событие? Что это значит? Это изменяющее жизни событий. Спросите апостола Павла, кто был враг Христа. Он встретил Христа по дороге в Дамаск. Он увидел Христа. И в деянии 9 главе он был изменен. Одна из требуемых характеристик для апостола – он должен был видеть Христа своими глазами. Сегодня уже нет апостолов. Все они прошли на небеса. В Римской империи даже нет представления, что через 200 лет, в 314 году, вся Римская империя официально станет христианской. «Крест будет знаком, против которого будут говорить, и за который будут говорить». Иоанна 12, 32. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Что ты имеешь в виду, говоря «всех». Да, они увидят меня, висящего на кресте между небом и землей. Для этого я пришел. Я сказал вам, что я сотворил людей, как богов. Я завершу работу. Это произойдет так, что вы умрете со мной, и будете воскрешены со мной. Я возьму на себя ваш грех, а вам дам свою праведность. Я назову вас моим именем. Вы будете в моей семье. Я царь, но я не как остальные цари. Я пришел инкогнито. Люди не увидели меня и не узнали меня, но некоторые увидели и узнали. То же самое происходит сегодня. Они сделали богохульный экспонат на выставке. Они поставили распятие Христа в унитаз и выставили это на обзор. Христос сказал, Отец, прости им, ибо не знают, что делают. Мы можем назвать их имена. Понтий Пилат не знал. Каяха не знал. Анания не знал. Члены Синдриона не знали. Я уверен, что Христос знал имена многих. И он знал, что они не знали, что делали. Доказательство прощения было явлено через 50 дней, в день Пятидесятницы, когда 3000 человек, которые знали о распятии, услышали Петра и стали верующими в Иисуса Христа, Господа нашего, и Мессию. Святой Дух показал им Его. О, это оказывается Спаситель. Мессия. Наши люди не узнали Его. Сейчас они могут стыдиться, прятаться и не хотеть осознать это в реальности Бога. То же самое происходит сегодня. Ставят такие экспонаты на выставке. Снимают постыдные фильмы. Даже стыдно упоминать их имена, хотя я не знаю их. Они продолжают надсмехаться, надмиваться, не только над Ним, но и над вами, и надо мной. А мы говорим, как Он. Отец, прости их. Я смотрел новости, как террористы Исламского государства обезглавили христиан. Они произносили имя Иисуса перед Своей смертью. Христос сказал, не бойтесь тех, кто убивает тело. Почему? Потому что мы Боги. Вы больше, чем ваше тело. Перед тем, как погибнуть от рук убийц, они говорили имя Иисуса. Недавно я слышал, как один из тех убийц стал верующим. Мы, как Он. Мы, как Он. Мы говорим. Прости им. Ибо не знают, что делают. Мы, как Он. Мы из той же семьи. Мы также цари и священники. Мы также инкогнито. Разве люди знают, кто вы или я? Разве учитель по биологии или дантист, или доктор, или банкир знает, кто вы? Они знают вас только в очень малой части реальности. Реальность Иисуса Христа идет выше моих зубов, моего тела и моего счета в банке. Эта реальность превосходит все, о чем думает душевный человек. Для этого пришел Христос. Куда же это все ведет нас? В вечность. Это небеса. Этому не будет конца. Он был распят еще до сотворения мира Откровения 13,8. Он агнец Божий, закланный. Откровение 5,5. Кеннет Уиз говорит, что на языке оригинала это значит агнец свежезакланный. И его раны остались на нем. И они свежи. У него вечное тело. Но раны и послание о них всегда будет на его теле. Он сделал это для меня. Он сделал это для нас. Он сделал нас богами. Исайя 81,6. и наследниками вечной жизни. Куда это ведет нас? У нас осталось еще немного воскресений, еще немного лет и зим. Прибавьте сюда еще немного детей, немного выпускных уроков, немного бракосочетаний, немного похорон. еще немного лет и мы умрем. Мы с вами сказали, что мы не умрем из-за него. Жизнь такая, как мы ее знаем закончится. Мы возвратимся с Христом, мы увидим невероятные вещи. первое, первое, анна, три, два возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Это уже не будет венец стыда и оплевания на наших лицах и боль в наших телах. Мы будем как Он, там не будет боли, скорби и вины. мы с Вами будем увенчаны славою и честью. Этот день грядет, вы встретитесь с Христом и дадите отчет Богу за свою жизнь. Многие верующие недостаточно глубоки, чтобы понять, что такое слышать Писание. У меня есть озабоченность в отношении верующих к нашей стране и в отношении меня, чтобы мы не были удовлетворены чем-то меньшим, чашкой супа, жареной яичницей, программой на телевидении, отпуском. Давайте! Так не должно произойти. Мы призваны к чему-то великому. высокому, замечательному и неизреченному. Как я узнаю об этом, если я не услышу это? Как я услышу это, если Библия не будет открыта для меня? Как я могу слышать, если не стану слышателем? я боюсь Бога, и я говорю, Боже, помоги мне стать тем, кем ты хочешь меня видеть. Вознеси меня на скалу для меня недосягаемой, Псалом 60-й, обучи меня твоим путям. Секс, грех, стыд, страх и беспокойство ниже нашего достоинства, как богов. Мы были сотворены, как Христос. Мы преображаемся в Его образ по Его благодати. Это не сложно, но требует отношения страха Господня, доверия Ему, веры в Него. Мы ищем Его и находим Его. Вы отец, но вы благочестивый отец. Вы мама, но благочестивая мама. Вы доктор, бизнесмен, подросток. Сейчас вы благочестивые люди. Мы можем пасть, но посмотрите на Него. Он позаботился обо всех наших грехах, чтобы мы могли ходить во свете. Аминь. Помолитесь со мной. Вы сегодня здесь, и Иисус говорит к вашим сердцам. Он уже не на кресте. Он восседает по правой руку Отца на небесах. Он также говорит у дверей вашего сердца и стучит. Он стоит у дверей вашего сердца и стучит. Это твое решение. Ты хочешь, чтобы я вошел в твою жизнь или нет? Ты знаешь, что такое грех. Грех приведет тебя к смерти. Я пришел, чтобы ты не умер, но жил вечно. Без меня вы потеряны. Я скажу, идите от меня, проклятый в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. Матфея 25-41 Этот огонь не был приготовлен для нас, но для дьявола и его ангелам. Иисус обращается к неверующим, к козлам, стоящим по левую сторону. Идите от меня, ибо алкал я, и вы не дали мне есть. Жаждал, и вы не напоили меня. Был изгнанником, и вы не приняли меня. Был наг, и не одели меня. Болены в темнице и не посетили меня. Атриален, но Христос пришел для того, чтобы вы не пошли туда. Атриален, но Христос пришел, чтобы вы были рождены свыше. Вы говорите, сработает ли это в моей жизни? Да, это обещание Божье вам. Вы говорите, я не все понимаю в этом. Просто живите по вере в Него, и поймете, Он обучит вас, поведет вас, простит вас. Нет такого греха, который был бы сильнее Его смерти на кресте. Нет таких вещей, которые вы сделали, которые бы не были омыты Его драгоценной кровью. Какой бы вы ни жили жизнью, Он сможет изменить ее с креста. Когда вы скажете Иисус, да, Иисус, я верю, ваше прошлое будет омыто, я рожден свыше от Бога. Помолитесь Ему в своем сердце. Господь Иисус, я верую в Тебя. Спаси меня. Аминь. Heрис у С у Спасибо за просмотр!